История, которую я хочу рассказать, отличается от многих. В ней не будет подробностей о сражениях и битвах, исторических фактах и всего того, что отражено на страницах школьных учебников. Моя история о простой советской девочке, которая в 13-летнем возрасте постигла все ужасы войны. Моя прабабушка Бабаева Анна Федоровна, 1928 года рождения. Родилась в семье рабочего в районе города Откарск. В семье было четверо детей, сын и три дочери. Через несколько лет после рождения младшей дочери в связи с голодом семья переехала в тракторно-заводской район города Сталинград. В детстве Анна Федоровна увлекалась творчеством, ходила в ансамбль песни и пляски, хорошо училась в школе. Война настигла Анну Федоровну в возрасте 13 лет. Осенью 1941 года в Сталинград с Украины прибыл эшелон с эвакуированными людьми. С 1942 года начались налеты немецкой авиации. Несколько раз в сутки звучали объявления о воздушной тревоге. Анна Федоровна вспоминает, что в такие моменты жители города спускались в подвалы, чтобы спастись от лечащих с неба снарядов. Отовсюду слышались звуки взрывов, от которых сердце замирало. По радио ежедневно передавались новости о том, что войска отступали и сдавали наши города и населенные пункты. Постепенно жизнь превращалась в ужас. По истечению некоторого времени эвакуированным ранее людям было предложено выехать из Сталинграда. Анна Федоровна сдружилась с детьми из семьи, которая проживала у них в доме. Поэтому в день отъезда она решила проводить их до поезда. В жизни Анны Федоровны этот день стал одним из переломных. Обычно во время налета объявлялась тревога, и все шли куда-то прятаться. В это время была абсолютная тишина, никакого объявления не было, и вдруг я услышала гул самолета. Я побежала вниз по насыпи, рядом была столовая. Я туда только за угол забежала и услышала необыкновенный свист и взрыв. Меня полоснуло в этот бок, боль необыкновенная. Я думала, что это меня кипятком кто-то обдал. Когда пыль рассеялась, я увидела дорогу и увидела, что я нахожусь в луже крови. Я побежала. Я не помню, куда я, где я упала. Я очнулась в полевом госпитале. Хирург надо мной стоял, смотрел и говорил. Девочка, ты родилась под счастливой здесь вдоль. В результате налета немецкой авиации Анна Федоровна получила сквозное ранение живота стеклом. Если бы осколок прошел на нескольких миллиметров глубже, то травма была бы смертельной. Гражданские в госпитале не держали, поэтому после перевязок Анну Федоровну на носилках отправили домой. Семья жила в полуразрушенном подвале. Начались ежедневные муки. Рана гноилась, поднималась температура. Несколько раз в день родители под обстрелом ползли с носилками в госпиталю, чтобы сделать перевязку. В последний раз муки оказались напрасны. Госпиталя на месте не оказалось. Целыми днями город бомбили. Ночью шел минометный обстрел. В результате одной из бомбежек дверь траншеи была завалена слоем земли, который мешал поступлению воздуха внутрь. Семья безуспешно пыталась вырваться наружу. Силы оставались на исходе. Вдруг они услышали топать сапог. Мимо шли офицеры, которые заметили шевеление земли и откопали дверь. Позже, при выходе из города, они увидели их еще раз. Мертвы. Через три дня дверь траншеи снова открылась, однако в этот раз уже не нашими солдатами. Немцы выбрасывали больных и раненых из траншеи, чтобы самим занять там оборону. Спустя какое-то время люди вышли на дорогу к городу Калач, где и произошла их следующая встреча с фашистами. И вот идем, и навстречу немцы идут. Они построили нас вдоль дороги по одну и по вторую сторону. И у двух были такие палки, и они начали идти этими палками по головам бить. Прошли они со смехом, ушли, а мы пошли опять вперед на Калач. Там железная дорога проходит. Поехали в сторону Кубани. Поезд остановился, нас прогнали. Это была белая колитва. Вышли оттуда, смотрим, люди идут куда-то, иду, и мы за ними. Дошли, а это был вазер какой-то в поле. Нас туда отрещали, всех загнали. Потом смотрим, значит, что за неделю мы там были. Смотрим, идет поезд. Товарные вагоны остановились, и началась сортировка. Вот если ты идет, молодая женщина, чего, мохом не обросла, а у нее ребенок. Ребенка кидают в одну сторону, женщину в эти вагоны направляют. Вот до сих пор у меня в ушах плач женщин и детей. Как кидали детей за ноги вон и в сторону. Мы ползком и по-всякому подальше от этого лагеря. Мы вышли, выгнали нас из траншеи. А 1 января, это был 43-й год, мы первую ночь ночевали в избушке. В весне 1943 года Анна Федоровна оказалась около Краснодарского края. Подходила весна, нужно было работать в поле. Появилась возможность отправиться на сельскохозяйственную станцию Ильинская, которая находилась в глуши. Немцев там не было. Окончание войны Анна Федоровна со своей матерью и старшей сестрой встретили в Ильинске. Я стала работать в колхозе. Мне было уже 14 лет. Пахали, бароновали, сеяли, убирали хлеб. Я работала и на тракторе, и на плугах. Прицепщиков здесь поле не уходили. А в 1946 году отец демобилизовался, но он лежал в госпитале. В 1946 году он только из госпиталя вышел, но мы тогда покинули эту саницу. Саница умерла в 24 года моя сестра и в 4 года младшая сестренка. А я не знаю, как я выжила. В 1949 вернулись на свою родину, в Аткарск. Анна Федоровна вышла замуж. Родила двух детей. Работала в железнодорожном ресторане, где ее карьерная лестница началась от просной латошницы, а закончилась администратором в зале ресторана в 1959 году. После развода с мужем Анна Федоровна с детьми переехала в Дергачин, где снова вышла замуж за строителя. Работала воспитательницей в детском саду, о чем с теплотой вспоминаете сейчас. Очень любила детей. Через два года вся семья переезжает в Духовницк. Проработав там 15 лет заведующей районного ЗАГСа, Анна Федоровна ушла на пенсию. После смерти мужа переехала в город Энгельс, ближе к детям, где живет и сейчас. Мы пережили ужасную войну. Весь ужас падает. Я никогда не хочу, чтобы мои дети и внуки увидели то и пережили то, что мне довелось в детском возрасте.